Стой и улыбка. Хочу стоять дома в покое и улыбку. В семье пришлёшь самая обычная семья. Папа, мама и девочка. Они живут и должны любят и бегут до ума, до ума. И все-таки это необычная семья. Ведь они задают по 3 тысячам. Вам интересно, сейчас я вам скажу. Доброе утро, дорогой, еще так рано, а ты уже за работой. Да, за любимым делом и время незаметно походит. А ты почему такая устрашная? Спала-спала, не выспалась? Одолели проблемы и заботы, по гражданам них выбраться не могу. Я совсем веру в себя потеряла. Дам я тебе один камень, будешь носить всегда с собой. Чем он может мне помочь? Когда тебя сомненья одареют, то вытащи из камана камешек, посмотри на его и посиди немного. Да, 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 да. Дам я тебе один камень. Спасибо тебе, дорогой, за камень волшебный. Помог он мне. Камень самый обычный на берегу нашел. Я видела на нем надпись. Я верю в тебя. Она была у тебя в голове. Ты просто о ней забыла. Вот. И не теряй больше веру в себя. Если потеряешь, возьми руки камень, посмотри на него. Я точно знаю. Если у тебя в тебя, свои силы и способности, наступает момент, Когда приходится покружаться на самое дно, чтобы отокнуться и заново свететь. Словно из болота, рассекая топь, человек выходит, выдержал и смог. И не забывала больше никогда, мама крепко верить в силу и в себя. И летела птицей в каждый новый день, счастьем огоряя мужа и детей. Я хочу повесить в комнате картину, при одном скряде, на которую доловилась бы спокойно на душе. А за самую спокойную котину започу один миллион. Узнав об этом, художники с разных уголков страны, стали присылать ему свои работы. Чиполина. 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 Просмотрев множество картин, богач выбрал только две, показавшиеся ему самыми удачными. Первая была светлой, радужной и умиротворяющей. На ней художник изобразил кристально чистое голубое озеро, которое ярко блестело под лучами летнего солнца. Деревья, стоящие вокруг, тянулись ветвями к воде. Водную гладь рассекали величественные белые лебеди. Вторая картина кардинально отличалась от первой. Высокие скалы, у подножия которых бушевало море, штормовые волны, темно-серые облака закрывали небо, вспышки молний. Назвать эту картину спокойной даже язык не поворачивался. Но, если приглядеться, то можно было заметить небольшой кост, выросший из щели в скале. На нем небольшое гнездышко, внутри которого сидела крошечная белая птица. Она с гордым и невозмутимым видом высиживала своих птенцов, совершенно не беспокоясь из-за окружающего ее безумия. Да это, именно эту картину я искал. Ведь настоящий покой проявляется некогда вокруг все тихо и бессмертежно. А когда, несмотря ни на что, ты сохраняешь покойство внутри себя. Ведь истинный покой, когда над бурей шумную, ты высишься скалой. Простая безмятежность и без того тиха, но в шторм остаться прежним – важная черта. Здравствуйте. Пожалуйста, входите в дом. Вы должно быть голодны. Мы не можем выйти в дом вместе. Почему же? Его зовут богатство. Его зовут здоровье. А меня зовут любовь. Сейчас иди домой и поговори со своим мужем о том, кого из нас вы хотите видеть своим гостем. Как хорошо, если уж надо сделать выбор, давай прекрасим богатство. Путь войдет и напоит наш дом богатство. Дорогой, а почему бы нам не пригласить здоровье? А почему бы нам лучше не пригласить любовь? Ведь тогда в нашем доме выцарится любовь. Можно я приглашу? Мы пригласили только любовь. Почему вы идете? Если бы вы пригласили богатство или здоровье, другие остались бы на улице. Но вы пригласили меня, любовь. Поэтому богатство и здоровье идут следом. Где есть я, любовь. Там всегда есть и богатство, и здоровье. Если бы другую выбрали бы вы, остальные гости не смогли бы войти. За любовью с летом мы идем всегда. Богатство и здоровье туда, куда она. Четыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли. Стояла такая тишина, что было слышно, как они разговаривают. Я в спокойствии. К сожалению, люди не умеют меня хранить. Думаю, у меня не остается ничего другого, как погаснуть. Я, вера, с сожаленью, я никому не нужна. Люди не хотят ничего. Слушайте обо мне, поэтому мне нет смысла гореть дальше. Я, любовь. У меня больше нет сил поддерживать свой огонек. Люди не ценят меня и не понимают. Они ненавидят даже тех, кто их любит больше всего, своих близких. Что вы делаете? Вы должны гореть. Я боюсь темноты. Не бойся и не плачь. Пока я горю, всегда можно зажечь и другие три свечи. Ведь я нас не ожидаю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok